Вы с этого же что-то получаете, то есть у вас какая-то есть с этого прибыль, вот этот момент, чтобы мы понимали, меньше проблем у вас будет в будущем, это точно. Есть компании, которые чуть-чуть там месяц-полтора задерживают, а есть компании, которые год-два-три минут задерживают. Всем привет, друзья, спасибо большое за вашу активность. Под этим роликом мы набрали больше 500 лайков, а это значит, что я должен сходить в эту фирму и проверить, как она работает и что она предлагает. У нее есть три объекта разной строительной компании, которые находятся почти в центре города, и они предлагают очень хорошую цену. Пойдемте посмотрим. Говорили по телефону, с кем он созванивался, мне сказали, что есть несколько объектов. Вы тоже проверяли, смотрели, где их месторасположение вообще, что за компания, как называется. Есть три объекта, которые мы определили в последние два месяца, мы работаем с ними. Есть строительные компании, есть агентство недвижимости. Мы что-то между ними, да? Мы себя позиционируем как экспертная компания. Наша основная цель – это чтобы люди безопасно могли свои деньги вкладывать в недвижимость. Мы работали сначала и по модели классического агентства, со вторичным жильем, с физлицами, но решили немножко отойти до этих решений. На сегодняшний день конкретно есть у нас соглашение с тремя строительными компаниями, которые мы проверили. То есть посмотрели, где располагается объект, мы знаем примерно спрос, ну какие районы у нас спросом пользуются, поэтому это тоже было одним из факторов выбора. Ну и плюс юридическая часть, потому что это для нас важно. Это очень важно, мне кажется, сейчас, на данный момент это очень важно. Полностью с вами согласен, это очень важно. Мы вообще, когда компанию организовывали, собственно, от этих вещей отталкиваем. У меня есть родственники, хотя несмотря на то, что я в недвижимости уже сколько работаю, есть родственники, которые попадаются в строительные компании, которые обанкротились. Для нас это по опыту, для нас важно, чтобы, ну как минимум, были все разрешительные документы, какая-никая репутация была у компании, у собственников компании, то есть и какие-то вопросы управленческие. То есть у нас есть определенный концепт нашей работы, и мы смотрим, как работают те компании, с которыми мы сотрудничаем. Если мы в принципиальных вещах сойтись не можем, то мы лучше не будем браться. Ну зачем? Лишняя ответственность для нас. Окей, документы можно проверить, да, они либо есть, либо нет. Как проверить репутацию? Постараюсь вам ответить на этот вопрос. Тем более вы сейчас на камеру снимаете, я думаю, у вас достаточно большая аудитория, кто смотрит. Я думаю, это будет и, может быть, рекомендации какой-то в целом. Во-первых, по поводу документов. Есть перечень разрешительных документов, которые строительная компания должна собрать, прежде чем начать строить. Это очень важно. Почему важно, объясню, потому что у нас в городе очень много строительных объектов, которые завершены, но по факту у них там лифт не запущен, газа до сих пор нет, не могут получить их паспорта на руки, хотя уже люди по 5 лет там живут. Почему это происходит? Потому что на стадии проектирования не было разрешительных документов, там не было согласован архитектурно-планировочные решения, инженерно-технические условия и так далее. То есть они не были согласованы, начинали параллельно строить, поэтому и сейчас проблемы у них есть. Как бы сам дом, может быть, и не снесут, люди там живут, но это некомфортно, поскольку не продать, не сдать, ну, потом много очень нюансов, вопросов. Поэтому сейчас у нас на законодательном уровне немножко строже стало. То есть сейчас, чтобы начать строить, нужно ряд документов иметь. А заключительное – это вот заключение госэкспертизы. То есть это тот документ, который позволяет строительной компании уже начать строить. Согласовано со всеми инстанциями начать строить. То есть они получают эти документы, я сейчас правильно понимаю, про ИПУ и АТУ мы сейчас говорим, да? Да, ИТУ. А есть некоторые строительные компании, я не буду их перечислять, но если вы посмотрите у меня в YouTube-канале, дело обзвона, я их ходил. Есть строительные компании, которые уже продают, не имея на руках документов ИПУ, АТУ и других там разрешительных документов. Они говорят, мы по ходу дела сделаем. Да, возможно, они могут сделать, но какая вероятность, и кто гарантирует вам? У меня есть знакомые, которые живут уже давно, не посмотрели на эти документы, уже живут, их никто не выгонит, да, окей. Но у них проблемы до сих пор, они не получили технический паспорт, то есть они живут на птичьих правах. Может кто-то прийти и выгнать их, то есть они имеют полное право. Вначале документы, а потом строительство. Вот почему один еще из моментов, почему я пришел сюда, потому что неизвестные строительные компании соблюдают какой-то перечень. И у них цена, мне показалось, для центра города очень даже крутая. Сейчас говорю про Симак. Вот у него цена 650 долларов. Там вы еще сказали, можно будет как-то там еще что-то, да? Ну, от условий. От условий, окей. Документы у них все в порядке, которые я пришел посмотреть. Да. Вживую, да? Еще, кстати, на объект мы можем съездить. Можем, да. Глянуть, посмотреть на какой стадии. И потом вы еще сказали последнее. Есть еще два, получается, объекта. Да, еще два. Их тоже можно будет, да, для сравнения глянуть? Да, конечно. Тоже разрешительные документы все. Да, все, что у нас сейчас имеется, то, что мы получили от строя компании, мы вам все предоставим и покажем, но это не проблема. Но мы убеждались в том, что есть заключение плюс экспертизы, есть АПУ, есть ИТУ, то есть строительная компания. Проект весь согласованный, инженерные сети тоже согласованы. И можно начинать строить. Ну, соответственно, они и строят уже. Теперь, такой важный вопрос, да? Я думаю, чтобы на корню этот завис, наверное, в воздухе где-то летает вопрос. Вы с этого же что-то получаете? То есть у вас какая-то есть с этого прибыль? Вот этот момент, чтобы мы понимали, где идет здесь подвох или что? То есть риелторы как работают? Есть несколько вариантов, конечно. Они фиксируют цену на уровне 10 тысяч, и они потом продают за 15 тысяч. Продали за 15 тысяч, хозяин отдают 10 тысяч, 5 тысяч себе забирают. Второй вариант, они продают за 10 тысяч, договариваются, говорят, давай ты мне что-нибудь оттуда дашь, какой-то процентник. Я не знаю, там еще какие есть варианты. Вот как вы работаете? Почему им интересно с вами работать? Вот этот момент мне интересен. Ну давайте мне вопрос объясню вам. Ну я там про какие-то конкретные цифры говорить не буду, я в целом процесс объясню, как мы работаем. Для конечного пользователя, для покупателя, да, потребителя, точнее, для покупателя нету разницы, условия одинаковые. Что придет он к нам? Спросит там за определенную компанию. Мы ему дадим такие же условия, что если бы он пошел прямо в офис к ним сразу же. Все один в один. Потому что если бы мы накидывали туда, у людей бы не было смысла к нам приходить. Мы это тоже понимаем, и зачем нам так завязывать себе руки? Это будет с целью наживы, получается, и сверху деньги получить. Это неправильно, мы так не работаем. А строительные компании, да, нам платят, конечно, в любом случае оплачивают. У нас со строительными компаниями есть договоренность на определенный процент. Цифры лучше не буду бы оговаривать, но есть процент. Они его учитывают. Почему строительные компании готовы идти на это? Если цена одна и та же, почему не выгоднее продавать через его отдел продаж? Объясню. В каждой строительной компании есть расходы, коммерческие расходы. Это маркетинг, продвижение, отдел продаж, это аренда офиса, транспортные расходы, мобильная связь. То есть все это. Локально, когда строительная компания открывает свой отдел продаж, там три сотрудника. У каждого есть зарплата, у каждого есть бензин, телефонная связь, плюс маркетинг. Это продвижение, брошюрки, раздаточные материалы и так далее. То есть они в любом случае, строительная компания закладывает достаточно большой бюджет на продвижение продажи. Мы же дополнительные источники продаж. Они на нас ничего не тратят. Они не тратят ни времени, ни сил, ни усилий. Все, что они готовили для себя, они нам передают эту информацию. Мы уже ее корректируем под себя и распространяем самостоятельно за свой счет. То есть рекламу мы продвигаем самостоятельно. Ребят мы обучаем, наш отдел продаж, мы постараемся постоянно обучаться. У самих у нас тоже опыт есть, обучались, поэтому есть что передавать. Поэтому мы своих ребят обучаем, транспортные расходы мы самостоятельно оплачиваем, мобильную связь сами оплачиваем. Собственно, строительная компания, в принципе, без разницы. Продаст их сотрудник, они заплатят ему все вот то, что входит в соцпакет, плюс какой-то бонус. Или же они нам заплатят определенный бонус. То есть для строительной компании принципиально эти вещи не важны. Ну и для них это выгодно. Лично мои ощущения, со всех обзвонов, которые были, ну не хочу хвалить, да. Если я не прав, напишите в комментариях, что это не так. Посмотрите вот три видеоролика, где я обзванивал строительным компаниям и делайте анализ для себя. Мне понравилось, что вы были открыты, что вам как бы вы не цепляли за одну строительную компанию и не заступались. Понимаете? Когда строительной компании звонишь и там начинаешь говорить, а что этого нету? Они говорят, ну у всех строительных компаний сейчас зеленая книга, вы что? Ну типа такого. Наоборот, мне доказывают. Мне доказывают зачем? Ну то есть я не хочу находить человека, который вот садится на мне на шее и начинает мне чесать по ушам. Мне вот это не нравится. Почему я пришел к вам, хотя я савневался и не хотел, чтобы это выглядело как реклама. Ну я хочу посмотреть, потому что я такой же, ну то есть я вижу какую-то определенную черту, что у меня нет команды, я сам вот ищу себе квартиру. Какие-то моменты у нас схожи, то есть вы как бы переживаете, вот, ну сейчас конечно рано, говорю, сейчас давайте посмотрим документы и все вот эти дела, и там уже будем делать вместе с вами, вместе с вами делать вывод. А теперь можно будет документы все плавать? Давайте, да, я сейчас... А это другие строительные компании, да? Да, здесь в общем мы собрали в кучу то, что было, мы забрали у них, может быть здесь не будет прям полного АПУ, потому что это достаточно большие документы, это прям папки, ну и там у них есть определенная информация для своих строителей, поэтому они... Ну и нет смысла нам брать эти документы на руки, мы знаем, что, допустим, заключение госэкспертизы есть, а он выдается на основании как раз АПУ-ИТУ, то есть если он есть, значит АПУ-ИТУ у них... Но на крайнем случае, то есть это в прямом доступе, и мы можем ехать... Да, да, мы предварительно позвоним, предупредим, что мы приедем туда, они нам покажут, все. Сейчас будем смотреть, какие нужны документы и как они смотрятся, что вы хотя бы приблизительно знали. Когда идете в любую строительную компанию, спрашивайте эти документы, они в прямом доступе. Если не в прямом доступе, если говорят, вот там они отъехали, сейчас подождите, то задумайтесь, просто задумайтесь. Райан Плюс, да, строительная компания Симак, основные документы, которые мы тоже смотрим. Посмотрите, в данном случае очень хорошо, удобно, потому что здесь рядом с этим строящимся объектом уже завершенный объект этой компании. Этой компании? Да, этой же компании, аналогичный дом, он примерно по фасаду тоже будет похож, то есть примерно в таких же тонах он построен. То есть если я брошюру возьму и гляну, посмотрю, и сравнить можно будет, да? Да, можем поехать прямо на объект посмотреть. То есть у вас будет возможность увидеть строящийся объект, рядом увидеть и законченное. То есть из каких материалов, как строится, то есть вообще шикарно все. Смотря готовый дом, ты уже в принципе понимаешь, как у тебя, ну что будет. Что можно ожидать, да. Так, смотрите, давайте по документам. Здесь красная книга, могу сразу сказать. Все документы прям не копировали, но это обложка красной книги. Здесь вот данные тоже, может разнообразить. Самое главное, вот здесь вот это вот целевое назначение категория земельного участка. Это жилой дом, кафе, пристройка с торговой точкой. То есть это вот жилой дом. Я узнавал у юриста, под жилой дом в принципе пойдет этот документ. То есть там же многоэтажка будет, этот пойдет. И еще важный момент, вот СИМАК, собственники. А, ну да, на балансе СИМАКа. Технический паспорт, вы можете в госрегистре сходить и посмотреть всю историю. Стоит ли на аресте, не стоит на аресте. Но, кстати, надо глянуть. Так, заключение госэкспертизы. Значит, проектирован, разработан на АПУ. Вот он, АПУ, значит, уже есть. В 2019 году был завершен заказчик проекта СИМАК. Вот и тут тоже уже готовый. Есть. Так, это основные части, но эти моменты можно изучать, нужно изучать с юристом. Лицензия. Вот основные документы, да, лицензия, вот, пожалуйста, это лицензия на строительство. Вот здесь СИМАК выступает в качестве заказчика, здесь строит генподрядчик. Вот это его лицензия. То есть СИМАК, в принципе, лицензия не будет. Ну да, он не строитель, получается, строит. Смотрите, это лицензия генподрядчика, кто строит. То есть, эту лицензию тоже нужно проверить, посмотреть, вбить и посмотреть. Лицензия нам дает право работы, монтаж металлических конструкций, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж сборных железобетонных конструкций, кладка из камня, кирпича и блоков. Здесь вы смотрите лицензии на что дано, то может делать этот генподрядчик. В принципе, разобрались, и это очень круто, что так легко, без всяких нервов я получил эти документы, глянул. Если будете смотреть эти документы, изучать их, то у вас будет меньше проблем. Меньше проблем у вас будет в будущем, это точно. Многие ведутся на цену, то есть, хотят дешевле, хотят здесь, сейчас, и вот покупают дешевле, в итоге нарваются на вот такие, ну, на недобросовестные компании. Сейчас, допустим, моя тетя уже сколько, второй или третий год вложила туда 25-26 тысяч долларов, и ни слухом, ни духом там никто эти деньги не вернет. Квардом не построен, там только 4-й или 5-й этаж, каркас, то есть, он не закончится. Плюс, учитывая, что эта компания уже большую часть продала, другая компания уже не выкупит. Либо жильцам скидываться опять деньгами, настраивать этот дом, это очень проблемный, представьте. По 10 лет купят эти деньги, потом вкладывают эти деньги и прогорают, да, здесь. Это очень обидно, это очень неправильно, я считаю, поэтому, собственно, с этой мыслью мы и начали заниматься этими вещами. Обязательно нужно запрашивать документы, потому что мы имеем на это право, как покупатели, запрашивать документы. Просто большая часть людей не знают, что запрашивают, как раз-таки вот благодаря вам, я думаю, многие люди узнают о том, что нужно спрашивать, на что нужно смотреть. Поэтому, я думаю, даже очень большую пользу несет это людям. Ну, дай бог, дай бог, чтобы мои ролики кому-то помогли, это точно. Вот, да. И человеку прийти проще в одно место к нам, к независимым людям, которые не будут утаивать нюансы, только говорить о плюсах, выбрать здесь там из трех из четырех объектов, чем, допустим, по городу ездить. То есть, вы можете сказать минусы каждой компании, не только плюсы, да? Конечно, конечно. Давайте минус, плюсы не надо, давайте минусы, нам интересы всегда минусы. Давайте обобщенно, просто я в двух словах скажу, по минусам. Сейчас конкретно, может быть, выделю момент, но обобщенно. Вообще, у нас на рынке заложено так, что 80% строительных компаний, вообще, допустим, есть вопрос там сроков. 80% строительных компаний там сроки не укладываются. Есть компании, которые чуть-чуть там месяц-полтора задерживают, а есть компании, которые год, два, три могут задерживать. А бывает там погодные условия, форс-мажор и так далее. Но имейте в виду, что всегда бывает небольшой нюанс там расхождение срока. Ну, почему мы эти объекты выбрали? Потому что ценовая политика средняя, плюс есть документы, разрешительные документы. Ну, и мы считаем, что у них концепция, да, правильная. Но есть и нюансы. Находится он, да, в центре города, так как бы и транспортная доступность хорошая, и все рядом. Там ЦУМ, ГУМ, торговые центры, садики, школы. Но единственное, не только у него, у многих объектов в центре проблема с участком. У них маленькие территории. Что это, какие проблемы? Маленькая территория, соответственно, маленькая детская площадка, маленький двор и маленькая парковочная территория. То есть, в перспективе, если не покупать себе подземную парковку, возможно, возникнет такая ситуация, что вы приедете, элементарно некуда машину будет поставить. То есть, вот эти нюансы, они объективные. Плюс, еще есть один момент. Тот район, если вы знаете, ну, кто, если зрители знают, от Токтагула, Карпинка, раньше там были только лишь одни бараки. И причем очень такие страшные, ближе к речке, особенно там, как будто в другой мир попадаешь. Сейчас большую часть там сносят и строят вот этажки. Допустим, от Токтагула вверх там уже стоят вот один дом, второй дом вот как раз и от этой компании стоит. И сейчас строится третий дом. Но дальше там опять идут бараки. То есть, тоже могут быть какие-то неудобства, да, в этом плане, что там вокруг частный сектор. Но в перспективе здесь земля очень интересная, поэтому она застроится в любом случае. Как вложение. Вот я думаю, что вот это как вложение очень крутой объект. Это точно. То есть, не прогореть в прямом смысле. То есть, если тебе не понравится в будущем, ты можешь вытащить деньги еще и плюсом. Можно сдать. Очень неплохо, потому что, как я выше сказал, здесь рядом инфраструктура очень хорошо развита. Все центральные коммуникации рядом, ЦУМ, ГУМ, все очень близко. Здесь вопрос, насколько безопасно вкладывать. Вот как раз таки мы помогаем безопасно вложить детей. Я уже как человек, который продает, я об этих вещах думаю сразу же. Я когда покупаю квартиру, я сразу думаю, а как я, смогу ли я ее продать или нет. Вот даже я не собираюсь. И я рекомендую тоже покупателям нашим так относиться к этой вещам. То есть, смогу в дальнейшем продать или нет. Еще у вас есть какие-то объекты. Давайте про них немного поговорим и минусы. У нас есть еще объект, называется он Монреал Грин. Находится он в южной части города. Это Ахумбаева, Каралаева. Там уже каркас стоит. Да, уже седьмой, седьмой или восьмой этаж. Очень хорошие темпы строительства. Там идут параллельно кирпичную вкладку ведут. Ну, то есть, темп там довольно хороший. Как не проезжают, там постоянно идут работы. Здесь тоже у них разрешительные документы. Документы на земельный участок. А по ИТУ, госэкспертиза тоже все имеется. Это 12-этажный дом. Первые этажи коммерческие помещения. Ну и там со второго идут квартиры. По приемлемым ценам. Когда я говорю по приемлемым, я говорю плюс-минус от 650 до 750. Это вот как раз три объекта у нас в этом ценовом диапазоне. Потому что это средница. Можно дешевле, конечно, за 350, за 400 найти. Ну, не знаю, это будет либо окраина, либо нужно изучать, что это за. И есть объекты дороже. Минусы, давай. Ну, давайте по минусам. Находится он в районе ботсада. Ботанический сад. Это хорошо. Это хорошо в плане экологии. Там воздух чисто свежий, но в плане инфраструктуры. Там, допустим, рядом нету магазинов, там аптек. Это нужно вам выйти через дорогу, в микрорайон Улан спуститься или в микрорайоны перейти. Но в будущем наверняка там какой-нибудь глобус, фрунзе откроется. Да, кстати, это же компания в перспективе. Вот перед как раз-таки вот этот новый бар, этот комплекс. По крайней мере, бумаг подписанных я не видел, сразу скажу. Но идут переговоры о том, что это будет все сноситься и будет ставиться туда торгово-разглядательный комплекс, где будет там все это учтено. Ну и опять же вопрос с парковками. Сейчас у нас у людей на одну квартиру, там по три, по четыре машины. Поэтому тоже нужно понимать, что какие-то могут быть. А там заправка есть, Газпром, да, вроде? Есть. А что с ней будет? Есть заправка, да. Это вот как раз-таки поворот перед заправкой получается. По заправке, если говорить, вообще у нас есть нормы. Перед тем, как строительная компания начинает строить, есть определенные нормы, которые нужно пройти. Это как раз-таки АПУ и тут то, что мы все обсуждаем. Там прописано, от заправки есть определенное расстояние, которое нужно отступать для того, чтобы строить жилое какое-то помещение или здание. Эти нормы все выдержаны. То есть нет такого, что там незаконно как-то мы сели, то что строительная компания начала там рядом заправку строить. Нет, там расстояние все выдержаны от этих хранилищ. А сколько там? Я давать лучше врать не буду, ну там плюс-минус 10 или 30 метров что ли должно быть. Но это можем уточнить тоже у строительной компании, не вопрос. Но я точно знаю, потому что я видел эти бумаги, подтверждающие, что там есть соглашение. Еще один момент для меня, мне кажется, неудобством, если едешь с Кольца по Ахумбаево в сторону Советской, поворот налево неудобный. А вот как получается, там поворачивать надо будет на светофоре и заезжать так, чтобы, ну, кто-то будет так, все через двойную сплошную будет ехать. Да, нарушение будет. Следующий у нас получается. И есть у нас еще один объект, называется он Новограмм. Находится в районе Азиямол. Здесь тоже по документам решение госэкспертизы, красная книга, все имеется. Тоже компанию мы проверяли, достаточно. Ну, как бы по документам там вопросов нет, все в порядке. Вообще мы, когда объекты выбирали, мы для себя тоже учитывали, что по потребности, да, людей. И у нас интересуется большая часть людей как? Квартиру хочу в центре или в микрорайонах. Да. Это самое распространенное, поэтому мы для себя взяли центры и микрорайон. И плюс-минус 650-750 долларов. То есть это вот как раз-таки большая масса людей. Поэтому мы как раз на этот рынок и настроили взяли. Это тоже, это девятиэтажный, здесь два блока будет. Один блок сейчас заливается, уже пятый, шестой этаж. Параллельно кирпичная оплатка идет, уже даже межкомнатные там переворотки. Здесь можно пойти прям планировку квартир некоторых посмотреть. Вот здесь цена 750 долларов. Ну, опять же, цены я озвучиваю, там они варьируются в зависимости от взносов и условий. Здесь хорошая инфраструктура, там есть тоже рядом много университетов, плюс сам торгово-развлекательный комплекс. То есть с магазином здесь проблем не будет. Но здесь опять же тоже вопрос, это парковки. Вокруг как раз-таки Новогранда там только частный сектор. Сейчас там высотных домов нет, это первый дом, который там строится. Будут некоторые неудобства, особенно первое время. Ну, я думаю, вот тот район возле БГУ, это же где-то БГУ в том районе, да? Там же все потихонечку начинает выстраиваться, такие выше чуть БГУ. Там, я помню, были раньше такие простые дома. Там уже большие уже знания. То есть и ближе, наверное, к Азиамулу там все застроится. Будет застраиваться однозначно. Потому что хороший райончик, я так думаю. Азиамул там репутацию создал хорошую, я думаю. Ну, вот, собственно, поэтому здесь цены. Здесь дома он позиционируется как комфорт плюс, да? Как периодически там говорят про премию. Ну, вот такого достаточно высокого класса, да? Здесь травертин, будут алюминиевые окна, достаточно высокие потолки. То есть, ну, опять же, вопросы здесь. Территории небольшие, двор небольшой, там парковочная территория. Они сейчас ведут переговоры с соседним участком, чтобы расширить. Для парковки, для детских площадок и так далее. Объективно нужно понимать, что нюансы везде будут в любом случае. Любой компании, там хоть самая топовая компания, там за полторы тысячи долларов. Минусы в любом случае будут, если прям искать, придираться к ним, да? Да. Здесь плюсы-минусы, но я по себе вот ищу себе квартиру, да? Еще раз повторю, что я эту программу создал для того, что я сам себе реально ищу квартиру. И я для себя понял, что в первую очередь я смотрю вначале на место, да? То есть, если для меня удобное место, я понимаю, что это рентабельная недвижимость, которую можно потом купить и потом продать. Ну, почему-то у меня так в голове. Это вот второе, да? Могу ли я купить или потом продать и не потерять свои деньги. Третье, наверное, это документы. Ну, потом, если мне нравится, я уже иду в эту компанию и начинаю изучать документы. Четвертое, наверное, в этом скопе я уже начинаю изучать саму компанию, репутация. Единственное, что здесь репутация пока непонятна. Все остальное сходится. Какой выпуск получился? Я, как и обещал, прийти, посмотреть, проверить, как работают, что это за компания, с чем можно кушать. Если вас заинтересовало, я оставлю номер в описании. Звоните, говорите, от Бахтиара вам сделают скидочку. Прикиньте, сразу договорился по ходу дела. Не стесняйтесь, пусть будет просто опытом. Даже гляньте на эти документы. Просто посмотрите, как они выглядят. Они могут вам ватсапом выслать. И вы можете уже сравнить с другими компаниями. Желаю удачи всем тем, кто ищет себе квартиру, что вы нашли дом своей мечты. Ставьте лайки, подписывайтесь, балалайки, рассылайте, все такое. Все, пока.